Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами, как обычно, будем крысить. На этом канале мы этим занимаемся достаточно часто. Сегодня мы с вами будем читать очень интересную, я бы сказала, весьма интересную статью. Почему весьма? Потому что она, ну, максимально спорная и вообще повергла меня в полный шок. Если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь и давайте начнём. Итак, статью мне прислала подписчика. Чаще всего мне подписчики присылают эти статьи для разбора. Статья 19-го года, не такая уж и старая. В целом, в 19-м году по одежде было всё то же самое, как у нас сейчас. Ну, примерно. Статья. Как будто, знаете, статья Уголовного кодекса. Мне кажется, за эти статьи нужно давать реальные статьи. Явные признаки безвкусицы в одежде у женщин. Первый признак безвкусицы. Слишком яркая одежда. У женщин, выбирающих слишком яркие тона в своей одежде, как правило, полностью отсутствует хороший вкус. Нет никакой нужды надевать на себя одежду всех цветов радуги, если гораздо выгоднее на ней будут смотреться вещи спокойных пастельных тонов. Я сегодня специально надела яркий кардиган. И этот пункт, конечно же, абсолютный бред. Как вы можете понять, я чаще всего в этих видео говорю, что всё это полный бред. Я считаю, что если человеку идут яркие цвета, если человек умеет их сочетать и грамотно вписывать в свои образы, это, наоборот, сделает его лук более стильным. Таким стильным, что все просто, блин, офигеют. Посмотрите, как много ярких образов, которые смотрятся просто невероятно стильно. Богато и дорого. Некоторые женщины предпочитают одевать на себя. Во-первых, надевать. На себя почти всё золото, которое имеется в доме. У них почти на всех пальцах обязательно надето по кольцу, а на шее красуется сразу же несколько золотых цепочек с разного рода кулонами. Времена, когда действовала такая золотая лихорадка, давно канули в лету. Поэтому одевать. Такое количество украшений на себя считается признаком плохого вкуса или его полным отсутствием. Я, конечно же, тоже сегодня не поленилась быть в образе и надела на себя кольца. Я, конечно же, как вы можете понять, не считаю, что это выглядит безвкусно, потому что если кольца соответствуют вашему стилю, если в данном конкретном образе они расставляют правильно акценты, то в этом нет ничего плохого. И количество украшений как раз-таки может правильно расставить акценты. Если у вас очень простой образ, если у вас нет каких-то, не знаю, сочетаний принтов огромного количества или пёстры на вас одежды, как раз-таки украшения помогут его дополнить и заставят людей его рассматривать. То есть, чем хороший образ, когда хочется его рассматривать, хочется просто смотреть и смотреть на этот образ, настолько он классный и гармонично составлен. Поэтому я сегодня в кольцах, я тоже не поленилась это сделать. И, конечно же, на сегодняшний день, как и в 2019 году, огромное количество украшений актуально. Различные цепочки по несколько на шее актуальны и в тренде. И кольца крупные, объёмные, одно, другое, третье вместе тоже актуальны. И в этом нет ничего плохого, как будто бы автор мыслит какими-то, знаете, стереотипами, хотя как раз-таки пишет о том, что все вот эти вот золотые лихорадки уже прошли. Но не обязательно надевать золото, многие носят бижутерию, например. Поэтому я считаю, что это тоже полный бред. Мы с вами будем обсуждать самые абсурдные пункты в этой статье, как вы понимаете, потому что здесь их очень много, я хочу с вами обсудить самые абсурдные. Следующий, один из самых абсурдных пунктов, это элементы одежды в одном цвете. Одной из самых распространенных ошибок среди женщин является то, что они предпочитают в одежде элементы одного цвета. К примеру, если вы предпочли надеть пальто, обувь, платье, а также сумку одного цвета, например, розового, как видите, я сегодня именно под эту статью одевалась, то любой стилист рассмеётся вам прямо в лицо, ведь это один из признаков явного отсутствия вкуса при выборе одежды. Следует научиться подбирать для себя одежду в одной цветовой гамме, но ни в коем случае ни одного цвета. Что я хочу сказать по этому поводу? Как будто бы автор совершенно не знает о том, что существуют тотал-луки, то есть тотал-блэк-лук, тотал, я не знаю, там, вайт-лук, пинг и всё такое прочее. То есть это, на мой взгляд, даже определённое классическое стильное сочетание, когда вы одеваетесь полностью в один цвет, вы никогда не прогадаете, никогда не проиграете, это всегда будет выглядеть очень стильно, и чаще всего монохромные образы, то есть когда у вас все стали в образе одного цвета, это выглядит просто невероятно красиво. Вы выглядите сразу так, как будто бы вы очень долго над этим думали, как будто этот образ вы продумывали, и один цвет, он всегда вытягивает силуэт, он всегда выводит образ на новый уровень, и вы можете даже не стараться надеть на себя все вещи одного цвета, и вы будете выглядеть супер стильно, даже несмотря на то, какие фасоны, какой крой на вас будет, потому что чаще всего весь такой образ воспринимается цельно. И это, опять же, определённо полный бред, потому что монохромные луки будут актуальны всегда. Следующее. Чёрные туфли. Между большинством женщин существует довольно распространённое заблуждение, что универсальной обувью на все случаи жизни являются чёрные туфли, но даже самые изысканные чёрные туфли подходят далеко не ко всей, особенно летней одежде. Гораздо лучше будут смотреться на ногах туфли бежевого цвета, это будет выглядеть намного стильней и универсальней. Здесь я согласна с тем пунктом, что чёрные туфли вряд ли подойдут к летним образом, особенно если они светлые, они будут просто утяжелять. Но нельзя сказать, что бежевые туфли подойдут ко всему. Бежевые туфли не подойдут, например, к чему-то более тёмному, да, к какому-то монохромному тёмному луку. Ну, монохромные луки уже тут забанили, так что в целом я не думаю, что стоит приводить это как аргумент именно в этой статье. Нельзя сказать, что бежевые туфли супер универсальны или что только чёрные универсальны. Здесь это звучит так, что как будто бы вместо чёрных мы должны взять бежевые ко всему, но это неправильно, потому что бежевые туфли тоже, как и белые, как и розовые, как и зелёные, мы подбираем к образу. Мы не можем купить только одни туфли и думать, что мы их можем носить абсолютно совсем, и с домашней одеждой, и с трениками, и любого цвета, и так далее. Здесь нужно отталкиваться конкретно от образа, поэтому частично я с этим пунктом согласна, частично не согласна. Следующее, что является безвкусицей – хвастовство и тщеславие. Сейчас очень модно стало жить на показ, и любое событие выкладывать в фотографиях в интернете, поэтому Инстаграм многих красоток пестрит изображениями из личных самолётов либо из комфортабельных дорогих отелей. Это, несомненно, является признаком дурного тона. Человек по-настоящему обеспечен и никогда не будет подобным образом подчёркивать свою состоятельность. Здесь у меня такое мнение достаточно неоднозначное на этот счёт, поскольку действительно многие выкладывают свои сумочки там в Инстаграм и всё такое, кто как живёт, но это не обязательно, что человек именно хвастается этим. «Посмотрите, какой у меня самолёт», «посмотрите, какая у меня сумка». Человек иногда просто так живёт, понимаете? То есть не всё в интернете делается на показ. Некоторые люди выставляют всё, что они делают, это их обычная жизнь, и им абсолютно наплевать. И всё, они не хотят этим похвастаться, не хотят это показать. Вот они просто это выставляют в свой дневник в Инстаграме. И нельзя сказать, что это какой-то дурной тон, или что это показывает какое-то ваше отсутствие вкуса. Если вы хотите сфоткать свою сумочку Gucci, почему бы нет, если это будет выглядеть эстетично, красиво? Если это вдохновит кого-то на покупку сумки Gucci, почему нет? Я считаю, что всё это должно быть сделано просто эстетично и красиво. Вот я считаю, что если всё это сделано красиво и классно, то иногда это может даже показать, что человек наоборот разбирается в стиле, что он чувствует эстетику тех вещей, которые находятся вокруг него. Следующий пункт. Обилие принтов. Стремясь привлечь к себе взгляды мужчин. Мне нравится вот это вот предложение. Почему женщины стремятся привлечь к себе внимание мужчин? Женщины одеваются для себя. Мне кажется, мужчины начали это уже подозревать, что мы одеваемся исключительно для себя. Но здесь автор, похоже, пока что об этом ничего не знает. Многие девушки предпочитают надевать на себя яркие вещи с очень пёстрыми принтами. В горошек, полоску или цветочными узорами. Такие девушки практически не задумываются о том, как нелепо порой выглядят леопардовые или тигровые пятна на вещах. Здесь как будто бы опять забраковали все принты, причём довольно-таки классические. Это горох, это полоска, цветочный принт. Ну, леопард тоже достаточно классический принт. Просто здесь проблема в том, что мы можем носить эти принты. Главное, их умело интегрировать в наши образы. Нельзя сказать, что горох не нужно носить, полоску не нужно носить. Полоска, тельняшка — это вообще универсальнейшая вещь в гардеробе, это предмет базового гардероба, который к любому такому нейтральному наряду подойдёт на 100%. Другой вопрос. Если вы сочетаете принты между собой, это уже намного сложнее. Возможно, автор имел именно это в виду. Тут ещё есть продолжение. Процесс комбинирования вещей на самом деле является довольно сложным, подвластным исключительно профессионалом. Ну, а если вам всё-таки очень хочется надеть на себя что-то яркое и необычное, то хотя бы соедините эту вещь с 1-тонным предметом гардероба. Вот это здравая мысль, но первый абзац абсолютно ужасный. Он ужасный во всех смыслах. Во-первых, потому что он сексистский, во-вторых, потому что у нас забраковали все классические принты. И если мы не умеем их сочетать и носить, значит, что мы и не должны учиться. Мы не должны пытаться это делать. Если мы не будем учиться, мы не сможем это увидеть. Вот в чём проблема. Следующий пункт. Нарощенные ногти. Возможно, данный признак к моде не имеет такого особого отношения. Очень даже имеет, я бы сказала. Но он настолько является ужасным. Мне нравится построение предложений в этих абзацах, что не упомянуть о нём просто невозможно. Ни одна уважающая себя звезда не появится на публике с огромными акриловыми лопатками. Так же, как не пройдёт по подиуму модель с разного рода зайчиками и розочками на ногтях. Если внимательно посмотреть на мировые тренды в маникюре за последнее время, то там можно встретить всё, но только ненарощенные ногти с каким-то невообразимым узором. Какой вывод можно сделать? Нужно быть проще, естественнее, быть самой собой и не использовать такие элементы даже в маникюре. Если человек хочет длинные ногти, но не может их отрастить, почему бы ему не нарастить ногти любой длины, какой ему нравится, если это будет гармонировать с его стилем? На мой взгляд, ногти должны гармонировать именно с вашим стилем. То есть мы не можем сказать, что если, например, в трендах красный лак, вот супертренд, например, красный лак, да, это не значит, что вы можете его носить, поскольку красный лак вам может просто не подходить к вашему стилю. У вас может быть, например, более базовый стиль, более спокойный, более спокойная цветовая гамма, и вам подойдут больше нюдовые ногти. Неважно, они будут длинными, недлинными, здесь длина абсолютно никакой роли не играет. Поэтому нельзя сказать, что дизайн не актуален на 100%. Есть разные виды дизайна сейчас, и опять же, те, что в тренде, могут не подойти конкретно вам. Но кому-то они очень классно и гармонично впишутся в стиль. Вот здесь, опять же, палка о двух концах. Мы не можем всех людей грести под одну гребенку, мы не можем говорить, что всем 100% подойдут нюдовые ногти. Ну, это же не правда, это же абсолютно бред. Кому-то подойдут яркие ногти, потому что у человека более яркий стиль, яркие волосы или что-то в таком духе. Здесь, вот опять же, как черные и бежевые туфли, мы подбираем ногти конкретно под образ. Вот и все. Каждая женщина должна себе позволить иметь хотя бы один флакончик дорогих духов, дополняющих образ в своей коллекции. Что я могу сказать по поводу духов? У меня есть духи. Я не могу сказать, что они дешевые. Я когда-то прям загорелась, мне нужны были духи срочно, потому что я услышала какой-то аромат. И думала, блин, мне нужны эти духи. Я узнала у девушки, что это за аромат, пошла купила эти духи, что в итоге я пшикаю их, я не знаю, раз в месяц. Потому что я не любитель духов. Мне просто, ну, как-то напрягают меня ароматы лишние на моем теле. Они грузят мой мозг, у меня начинает болеть голова. Если в целом мне аромат даже на 100% подходит, то в какой-то момент может меня начать напрягать. Поэтому здесь тоже нельзя сказать, что духи являются неотъемлемой частью образа. Понимаете? То есть не каждая женщина обязана пользоваться духами. Вот и все. Духи — это не дезодорант. Духи — это не то, что может заменить вам душ. Не обязательно постоянно пшикаться духами. Это абсолютно, ну, опять же, никакой роли в стиле не играет. Конечно, если говорить о том, что вы любите духи, здесь, опять же, духи должны быть подобраны конкретно под вас, чтобы они подходили под ваш стиль. И, соответственно, ну, так скажем, не то, что под возраст, просто есть такие духи, которые действительно подходят более таким возрастным женщинам, а не такие более тяжелые, да, ароматы, что там на какой-нибудь девочке 17-18 лет они совершенно не будут гармонично смотреться. Если говорить про духи как про часть стиля, то они должны подходить именно вам конкретно. Но это абсолютно не значит, что вы должны пользоваться духами, тем более какими-то ультрадорогими, как здесь пишет автор. Волосы и резинки. Видели ли вы когда-нибудь по-настоящему стильную женщину, волосы которой перехвачены, например, резинкой салатового цвета? Это выделено прям жирным шрифтом, я напоминаю. Скорее всего, нет. Зато как много встречается женщин, у которых никак не определен стиль, и у них как раз в волосах такие резинки. Это девочка с картинки. Мне так нравится на волосах ее резинки. Эта песня сюда отлично подходит. Жалко ее не было в то время. Неухоженная женщина с отсутствием вкуса и стиля – это та, у которой ужасный цвет волос, посеченные кончики или прическа, вышедшая из моды лет 20 назад. Но она по-прежнему предпочитает делать такую прическу, потому что когда-то соседский Вася сказал ей, что так очень подходит. Вася не имеет веса в жизни женщины, понимаете? Возможно, многие люди воспринимают какие-то вещи на свой счет, но я хочу сказать, где-то девочке, которой Вася что-то сказал, нужно чувствовать себя уверенно, только отталкиваясь от своего мнения. Так вот, насчет резинок салатового цвета. Опять же, мы подбираем резинки под образ. Если у нас, например, яркий образ, у нас есть салатовый топик, какая-нибудь салатовая юбочка, почему бы не добавить салатовую резиночку? Мне кажется, это будет очень красиво, особенно если резинка играет роль акцента. Например, если резинка объемная, резинка какая-нибудь, знаете, интересная, не просто обычно вот эта вот тянущаяся типичная резинка. Резинка иногда может быть очень красивым акцентом в ваших волосах, тем более, что сейчас это очень актуально. Различные платки на резинках с принтами, они разноцветные, лиловые, розовые, зеленые. Здесь это все должно подходить под ваш образ. Мы не можем забраковать салатовые резинки на 100%, потому что иногда они очень даже уместны в наших образах. Итак, заключение. У любой женщины плохой вкус или полное его отсутствие в одежде сразу же становится заметными. У женщин, а у мужчин нет? Ну, то есть, как-то странно. Не менее, всегда слепо следовать моде – это тоже не вариант. Если вы, купив новую вещь, замечательно себя в ней чувствуете и не можете отвести взгляд от себя в зеркале, это означает, что вы на правильном пути. Дерзайте, не останавливайтесь в своих экспериментах и примеряйте на себя новые образы, даже если они не очень привычны. Чтобы каждый день был для вас незабываемым, старайтесь выглядеть неподражаемо, безупречно, стильно и со вкусом. Заключение всей этой статьи, этой курсовой работы противоречит всему предыдущему тексту. Почему? Потому что до этого автор нам четко дал понять, что мы не можем носить монохром, мы не можем носить салатовые резинки. Но в заключении автор пишет, что, ну, да, ну, в целом, если это смело, непривычно и вам нравится, то, конечно, носите. К чему? К чему тогда были все эти пункты до этого? То есть, как будто бы автор ожидал, что он нас сейчас очень жестко обидит, напряжет, а потом так извиниться, ну, это просто мое мнение, это просто мое мнение, ты не обижайся, просто мое мнение. То есть, это звучит максимально странно. Я ожидала, конечно, другого заключения у этой статьи. В общем, все пункты, которые мы сегодня с вами разобрали, они на 100% бредовые, конечно же. И мы, думаю, уже сказали все, что можно было по поводу этого сказать. Там было еще очень много других пунктов, но они были такие не очень интересные. В целом, с какими-то, возможно, из них я была частично согласна, я взяла самые абсурдные. Вот это просто абсурд всей этой статьи, мои, так сказать, выдержки. Напишите, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Считаете ли вы салатовые резинки, яркие цвета в одежде признаком безвкусицы? Я определенно не считаю. Жду вас в комментариях. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока!